Бивень мамонта, рок лося, зуб косатки. В Магадане стартовал третий международный фестиваль «Кострезное искусство народов мира». Более 100 работ представили художники из разных регионов и даже стран в торговом центре «Астра». Церемонию посетили первые лица города и области, депутаты, представители союза художников. Николай Птицын, директор детской школы изобразительных искусств Якутска, привез работы своих учеников. Получается 11 работ принес, есть коллективные работы, дети от 14 до 17 лет. Ну я могу сравнить с нашей республикой, с городом Якутска. В Магадан, конечно, во-первых, сразу бросается аэропорт, она осталась на уровне СССР, можно сказать, ну а так, в остальном, да, люди замечательные, гостеприимные, да, мне это очень нравится. Каждый мастер работает по своей уникальной технике, сам решает, что станет лейтмотивом его работы. Несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом и визами, участники проделали большой путь, чтобы представить свои работы на фестивале. По словам организаторов выставки, фестиваль Косторезов – важное событие. Благодаря ему сохраняют и развивают это ремесло. Особенно это важно в год 30-летия побратимских отношений между Магаданом и американским Анкориджем. Я думаю, что вот связи в области образования, культуры, обмена, который традиционно был между коренными младческими народами северо-магаданской области, Чикотки, Аляски, они должны жить, потому что все это очень взаимоувязано, взаимно проникнуто культурой, обычаями, традициями. Но то, что сегодня здесь и Занкт-Петербург, и Якутск, и много-много городов, и вообще вот первый этаж торгово-выставочного центра «Астра», они молодцы, что предоставляют, во-первых, помещение, оно современное, оно стильное, здесь хочется посмотреть каждую работу, пропустить ее через себя, потому что каждый художник хотел пропустить какой-то жизненный момент, который у него ближе всего вот здесь в сердечке остается. Косторезы из-за границы приехали не только для того, чтобы показать свои работы. Одна из главных целей фестиваля – обмен опытом между художниками. По словам участников, освоить новые приемы и техники костерезного искусства. Хотят все мастера. Кроме того, гостям интересно окунуться в быт и культуру самого Магадана и Колымы. Победители конкурсной программы фестиваля определят в восьми номинациях, а также конкурсная комиссия выберет обладателя Гран-при. Магаданцы смогут увидеть произведение костерезного искусства до 31 октября.